На РБК УФА время новостей Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза УФА. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Поле полумиллиарда рублей господдержки получат в этом году предприниматели республики. Из них 134 миллиона составят прямые субсидии в рамках муниципальных программ. Об этом сообщил телеканал РБК УФА председатель госкомитета по предпринимательству Рима Бойцова. Отмечу, что по объему предоставленной господдержки из федерального центра на развитие малого и среднего бизнеса Башкортостан занял второе место после Московской области. В этом году предприниматели также смогут воспользоваться льготным финансированием через микрокредитные организации малого бизнеса. Взаимы составят от 3 до 8 миллионов рублей с процентной ставкой 4,25% и 2,125%. Это условия для моногородов. Кроме того, разрабатываются новые кредитные пакеты для предпринимателей, в том числе предусматривающие ставки ниже 2,125%, отметила Рима Бойцова. Мы существенно расширили перечень субсидий, сняли много ограничений. Так если в предыдущие периоды в основном только предприятия производственной направленности, социальные предприниматели могли получить эту субсидию, то сейчас мы говорим о том, что для нас интересны стартапы во всех отраслях, кроме посреднической деятельности и агентской деятельности. В этом году в рамках третьего пакета мер предусмотрена докапитализация лизингового и гарантийного фондов, а также новый продукт по компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Программа позволит привлечь субъектам МСП дополнительно более 2 миллиардов рублей. Башкортостан получит 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. 224 миллиона рублей выделено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также для реализации целевой программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на этот год выделено порядка 465 миллионов рублей. На следующий – 1 миллиард 829 миллионов. При службе Министерства транспорта республики сообщили, что средства по этому направлению пойдут на строительство восточного выезда. Ранее ведомство анонсировало выделение федеральным правительством на возведение этого объекта 1,5 миллиарда рублей. Отмечу, что в целом правительством страны на развитие дорожной инфраструктуры 69 регионам выделено более 100 миллиардов рублей. Глава Республики Ради Хаберов поручил уфимской мэрии любыми законными путями остановить стройку объекта на улице Армавирской. Компания «Стройтрестдевелопмент» получила разрешение на возведение шестиэтажного дома, а строит при этом здание в 27 этажей. Руководитель региона отметил, что ответственность за незаконные стройки и остановленные проекты лежит на чиновниках администрации столицы, которые принимали изначально неправомерные решения о выдаче разрешений на строительство. Ради Хаберов потребовал навести порядок в городостроительной отрасли Уфы, назвав ситуацию в городе «Острой». А также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности руководителей строительных организаций, которые обманывали дольщиков. По его словам, большинство случаев потери вложенных денег участниками долевого строительства связаны с криминалом. Напомню, что в 2021 году на решение проблемы обманутых дольщиков планируется выделить почти 481 миллион рублей из регионального бюджета. Кроме того, в текущем году Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства может профинансировать достройку еще 31 дома. На это потребуется более 3,5 миллиардов рублей. Порядка 9 тысяч голов молочного скота из России и за рубежа закупят аграрии Башкортостана в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Сельхоз-товаропроизводители региона уже начали обновление стада в текущем сезоне. Так, в феврале 30 коров из Липецкой области приобрело частное фермерское хозяйство в Кармоскалинском районе. В марте 210 голов из Калининградской области планируют закупить племзавод «Урожай» в Илишевском районе. 66 коров – сельхозпредприятие «Базы» Чикмагушевского района. Кроме того, запланированы поставки крупнорогатого скота из-за рубежа. 136 животных из Дании завезут в 2021 году в Калтасинский район. По мнению экспертов, обновление поголовья значительно повлияет на продуктивность и на его генетику. Чтобы достаточно хорошее качественное морковь получать, нужно высокопродуктивный скот. Сегодня это основная проблема в республике, что у нас не хватает высокопродуктивного скота с высокой генетикой. Соответственно, если мы будем завозить ежегодно от 7 до 9 тысяч, то в процессе мы весь скот, который низкопродуктивный, его ротируем. И, соответственно, у нас будет больше молока при том же количестве крупнорогатого скота. По словам Эльдара Файзулина, при сохранении нынешних темпов обновления поголовья в течение 5-7 лет можно ожидать значительного увеличения объемов производимого в республике молока. Тем самым снизится себестоимость его, и, как следствие, цены на цельномолочные продукты и сыры останутся на прежнем уровне, либо снизятся. Минсельхоз сообщает, в 2020 году благодаря обновлению молочного стада продуктивность коров выросла до 6 тысяч килограммов, что на 500 килограммов больше, чем в 2019. Напомню, в 2020 году сельхозпредприятия республики приобрели порядка 7 тысяч голов племенного молодняка КРС. Из них почти 2 тысячи голов из Германии, Дании, Венгрии, Финляндии и Чехии. Почти полмиллиарда рублей получено в 2020 году от реализации арестованного имущества должников Башкортостана. Это в три раза или на 300 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов Ильнур Махмутов. Напомню, средства, вырученные от реализации арестованного судебными приставами имущества, передаются взыскателям, то есть физическим и юридическим лицам, а также государству. Всего за 2020 год возвращено денежных средств и имущества на сумму порядка более полутора миллиардов рублей, что на 700 миллионов больше, чем в 2019 году. Этому способствовало, в первую очередь, то, что, начиная с 2019 года, большая часть имущества реализуется Росимуществом в Республике Башкортостан самостоятельно по путем проведения электронных аукционов на электронных торговых площадках. Кроме того, с сентября прошлого года имущество стоимостью свыше 500 тысяч рублей также передается на реализацию только в Росимущество, и опять-таки оно реализуется только путем проведения электронных торгов на электронных площадках. Вот отмечу, что по данным регионального управления, всего за 2020 год было арестовано имущество должников на 13 миллиардов рублей в рамках 13,5 тысяч исполнительных производств. Башкортостан занял 30 место в рейтинге благополучия среди регионов России. Такие данные по итогам четвертого квартала прошлого года в своем исследовании опубликовал Фонд развития гражданского общества. Критериями анализа стали отношение средней заработной платы к стоимости потребительской корзины, составленной на основании данных Росстата. В конце прошлого года средняя заработная плата в республике составила 38 300 рублей, а прожиточный минимум 15 600 рублей. Таким образом, индекс благополучия в регионе составил 2,45. Максимальный показатель в 5,41 у Магаданской области. Здесь в среднем получают 128 тысяч рублей, при прожиточном минимуме 23 600 рублей. На втором и третьем местах Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Их жители зарабатывают 96,5 и 86 тысяч рублей соответственно. Стоимость потребительских корзин в этих регионах более 20 тысяч рублей. В Башкирии с точки зрения материального обеспечения далеко-далеко отстает от массы других регионов. И я надеюсь, это отставание копилось долго. Это отставание не стоит списывать только на действия, на текущее действие власти или на действия даже текущих властей. Но я надеюсь, что рано или пост подобность, это третье мы увидим уже в другом виде. Я надеюсь, что ситуация будет меняться, поскольку потенциал для развития в Башкирии на самом деле есть. Соседние с Башкортостаном регионы, это Татарстан, Свердловская и Челябинская области, заняли 21, 24 и 26 места соответственно. Пермский край оказался на 28 строчке. Всего в топ-30 рейтинга благополучия вошли 37 из 85 российских регионов. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.